Перед открытием купального сезона специалисты Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии производят отбор проб на все показатели санитарно-химические, бактериологические, паразитологические. В рекомендуемый список попали пять зон отдыха, четыре из которых на реке Муховец. Решением Брестского госполкома у нас утверждены в Бресте пять зон отдыха. Это на реке Муховец четыре зоны отдыха. Центральный пляж, левый и правый берег, пляж Восток, зона отдыха по улице Октябрьской революции в районе Грибного канала и озера в районе Красного двора. Санитарно-эпидемиологическая служба продолжает следить за состоянием зон отдыха у воды, проводя мониторинг ее качества. В городе он осуществляется не реже одного раза в неделю, в районе каждые две недели. В настоящее время попали под запрет следующие территории. Ограничено купание детей в четырех зонах отдыха. Это пляж Центральный и левый, и правый берег Муховца, пляж Восток и зона отдыха Октябрьской революции. Не ограничено купание детей и взрослых только у нас в одной зоне отдыха, это в районе Красного двора. Пробы, отобранные 27 июня, не соответствовали требованиям санитарных норм и правил по микробиологическим показателям. Вчера мы отобрали повторно пробу на анализ и вывод будет сделан по получению результатов лабораторных исследований. В зонах отдыха населению рекомендуется отслеживать информацию на информационных счетах, то есть при каких-то ограничениях эта информация вывешивается на информационных счетах. Кроме того, мы информируем постоянно средства массовой информации о свод, органы внутренних дел, органы власти о таких фактах. Но, как показывает практика, в знойные летние дни запрещенные пляжи забиты людьми под завязку, а купание в загрязненной воде грозит развитием ряда заболеваний. Кроме всем известной кишечной палочки можно подцепить и циркариоз. Его в народе еще называют зудом купальщиков. Зуд Женя сыпивал дыри признаки заболевания. Потому, когда появится желание искупаться в сомнительном водоеме, следует хорошо подумать, стоит ли такое удовольствие таких неприятных последствий. Если же все-таки искупаться хочется, надо выбирать места в водоемах, не заросшие водной растительностью, а также более глубокие, так как циркарии не распространяются на глубину более 80 сантиметров. Если же вы все-таки искупались, есть такие простые способы для избежания заражения циркариозом. Необходимо находиться в воде не более 10 минут, так как пребывание дольше в разу увеличивать резаражение циркариями. Также при выходе из воды стоит, если есть такая возможность, ополоснуться проточной водой, можно даже с мылом. В целом, в Центре гигиены эпидемиологии рекомендуют не только отказаться от посещения запрещенных мест, но и не расслабляться в плане коронавируса. Отдыхающим рекомендуется соблюдать правила социального дистанцирования, гигиены рук, респираторный этикет и следующие меры. Пользоваться антисептиком. Кроме того, для профилактики кишечных инфекций рекомендуется с собой брать только свежеприготовленные продукты в упаковке, пользоваться бутилированной водой, в том числе для мытья фруктов, овощей. Эти элементарные правила позволят не допустить возникновения инфекционного заболевания.